сегодня тот порошенко на своей очередной пресс-конференции коснулся моего вопроса он сказал что он в одессу меня пригласил дал все возможности а я не оправдал доверия президент мягко говоря сказал неправду он меня пригласил также как приглашают боевого генерала воевать на фронт а потом хотят чтобы он стал свадебным генералами произносил тосты он меня пригласили для пиара для того чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами но на самом деле он блокировал все наши начинания он лично заблокировал закон про открытый брак в открытый медный простор чтобы не дать возможность марушевской молодой команде до конца довести преобразование на одесской таможне он лично дал распоряжение заблокировать одесский пакет реформ через тогда главу фракции Луценко. Он договорился с Трухановым, всячески поддержал его противостояние со мной, его и местные одесские коррупционные кланы, потому что они заносили и заносят ему деньги. И он всячески блокировал дорогу Одесса-Рении, и я только смог вырвать деньги через акции, через палатки, через прямой нажим, через общественное мнение. И это хотя бы у нас получилось, и мы это сделали. Разница не в том, что у меня есть личный конфликт, так как он хочет представить бывших однокашников, пусть Саакашвили разберется в личном конфликте с Порошенко. Нет, у нас есть конфликт мировоззрения. Для него президентство – это возможность заработать дополнительные миллиарды и укрепить свой клан. Для меня это была возможность, и любая публичная служба – это возможность служить народу, улучшать жизнь для народа. У него коррупция живет в кабинете, у него она в голове. Требуется от него бороться с коррупцией – это то же самое, чтобы уговаривать пчел не любить мед. Моя ошибка, если она была, была в том, что я не ушел раньше с должности, хотя через некоторое время уже было очевидно, что наши взгляды, наши принципы сильно отличаются. Второе, что он сказал, что по отношению ко мне все было сделано по закону. Ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране вы видели, чтобы человека отягали за волосы, тушили там в вертолете, который крутит два часа или полтора часа над городом, там не дали возможности защититься в судебном порядке, решали гражданство через поддельные подписи, чтобы его хватали личные охранники президента, а не какие-то полицейские и пограничники. Где, в какой нормальной правовой державе это вообще возможно. Это всем понятно, что по отношению ко мне были нарушены все процедуры, но гораздо важнее, что они нарушаются каждый день по отношению ко всем другим гражданам Украины. И этих людей мы не бросим на произвол. Так вот, президент сказал, что я должен быть несчастным человеком, потому что я себя не реализовал. Петр Алексеевич, я себя реализовал больше, чем достаточно. Я описал себя в историю целого региона через создание успешных реформ и успешного государства Грузии, и у меня огромное количество искренних, справжних, идеалистических, порядочных сторонников и соратников Украины. И вместе с ними мы собираемся создавать новую Украину. Но уж извините, без вас. Ваше время истекло. Никакие манипуляции, никакие договоренности с Саваковым, с Яценюком, с другими кланами, никакие денежные откаты и новые потоки не спасут вас и не заставят украинский народ оставить вас в кабинете. Увольте уж. Вы сделали свой выбор. У вас был шанс стать создателем украинского нового государства, а вы решили подняться в списке Форбса на несколько позиций наверх. Это ваше решение. А решение народа – жить нормально. Мы построим успешную Украину, очень развитую, где украинские семьи не будут убегать, они будут строить для себя и для своих детей самую успешную и удачную страну в Европе и одну из самых в мире. Я в это очень верю. Я точно знаю, как это сделать, и мы это обязательно сделаем. Без вас сделаем точно, но сделаем очень быстро. И чем быстрее вы нам уступите народу Украины дорогу, сойдете как препятствие с его дороги, тем быстрее у нас все получится. Украине великое будущее. До встречи, мои дорогие украинцы, в Киеве и других местах Украины. До новых побед. Слава Украине.